Благовещен встал! Принял! Так, без правого держать или слева? Браск, руль, бутерфля и другие стили плавания. Так участники заплыва преодолели маршрут от Новороссийска до Севастополя в Плайв. Такой проект требовал тщательной подготовки, в частности согласования с властями других регионов. Многие просто говорят, а для чего это? Это какое-то победобесие, даже такие слова слышал. Но это, конечно, нас не остановило. Еще больше нас раззадорило, что надо идти вперед, двигаться. Команда из Благовещенска была самая многочисленная. Она насчитывала 11 плавцов от 18 до 65 лет. Несмотря на свой возраст, амурские спортсмены преодолели все трудности в заплыве. Перепады температур, волны и другое. В составе амурской команды были работники культуры, ведущие и титлованные спортсмены. Они поделились интересными событиями заплыва. И когда все началось, я знаете, что хочу сказать? Там была ценировка таких событий, которые проходили на малой земле. Я вот обратил внимание, сколько было мужиков здоровых, высоких, сильных. Просто все стояли просто со слезами. Это было так патриотично, это было так трогательно. Я просто сам не ожидал. Я просто сдерживал слезы. Всех спортсменов объединила одна цель – почтить память о великих защитниках Отечества. Такой проект стал возможен благодаря поддержке законодательного собрания области регионального министерства спорта и администрации Благовещенска. Я хотел бы акцентировать внимание, что молодцы именно, что организовали это мероприятие. Хорошо, что его рекламировали по всей России и по всему миру. Я так думаю, правильно было сказано. Почему? Потому что еще раз показали тот русский дух, тот патриотизм, который присущ нашему российскому народу. Всего в заплыве участие приняли более полусотни спортсменов из 17 регионов России. В планах у организаторов покорить воды Арктики, Сахалина и Севастополя. Руслан Козловский, Амурское областное телевидение.